Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы всегда можете посмотреть нашу программу и в интернете на сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, ученые подсчитали, что человек проводит во сне примерно треть своей жизни. И многие из нас видят сны, приятные или не очень. Но что же они означают? В древности считали, что через сны с нами разговаривает Вселенная. А современные психологи считают, что сны открывают тайну человеческой жизни, объясняем многие ее процессы. Сны могут показать, где мы находимся и куда мы идем. Они открывают перед нами нашу судьбу. Главное – понять язык сновидений. Так на каком же языке разговаривают с нами наши сны? Что они хотят нам сказать и как их понять? Вот об этом наша сегодняшняя программа. И специалист по исследованию сновидений расскажет нам сегодня все профессиональные секреты. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, член профессиональной психотерапевтической лиги и Международной ассоциации по исследованию сновидений Елена Корабельникова. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Действительно, мы не раз говорили о снах. Это тайна, овеяно какое-то сновидение, овеяно и тайной, и мистикой. И непонятно, что это наука или действительно что-то, нечто такое потустороннее. Наверное, именно поэтому у людей всегда такое желание узнать свои сны, о том, что они говорят и вообще, что такое сон. Для чего он дан человеку, раз мы спим треть своей жизни? Наверное, не только для отдыха. Действительно, не только у ученых, но и у любого человека время от времени возникает вопрос, зачем нам нужен сон. Особенно часто тогда, когда возникают те или иные проблемы со сном. Именно тогда человек начинает чувствовать его потребность, его необходимость, его значимость. И у сомнологов есть такая поговорка, что не сон ради бодрствования, а сон и бодрствования ради жизни. Это две абсолютно равноправные формы нашего бытия, которые, по сути, существуют друг для друга, а не помогают друг другу. Сон облегчает нашу жизнь, наше восприятие в бодрствовании. В свою очередь, полноценное бодрствование обеспечивает хороший сон. То есть это такие взаимосвязанные вещи? Безусловно. Ну, существует множество взглядов на сны. Что такое сон? У Фреда это наше скрытое желание. А есть точка зрения, что вообще-то наша жизнь – это сон. То есть мы спим. Наша реальная жизнь – это сон. А вот когда мы проснемся, будет нечто другое. Что говорит… Сколько направлений? Вы сейчас психологи многие занимаются с нами. Все-таки сколько… Какие самые интересные взгляды на сны? Что это такое? И какого направления придерживаетесь вы, как специалист? Существует два таких ключевых, наиболее важных направления исследования сновидений. Первое – это психоаналитическое. Второе – экспериментальное. Психоаналитическое направление взяло свое начало еще от работ Фрейда. Конечно, Фрейда можно критиковать, можно оспаривать. Но та истина, которую он нам открыл, она остается безусловной. У человека существует бессознательное, и сновидение является окошком в наше бессознательное. Это еще никто не оспорил, и все психоаналитическое направление, какие бы новые взгляды ни появлялись, все равно находится в русле вот этой вот точки зрения. Что сон – это отражение наших бессознательных мотивов, побуждений, взглядов, представлений о мире. А бессознательное – оно намного шире, чем мы предполагаем. Наше сознание – это вершина айсберга. Бессознательное – это основная часть наших знаний, которыми мы владеем о мире. И в этом смысле сновидения позволяют, может быть, даже в чем-то взглянуть на мир немножечко шире. То есть бессознательное – это такое, мне кажется, да и не только я так считаю, некая разновидность космоса, какая-то вот такая некая бесконечность в человеке, где есть уже все ответы на все наши вопросы, есть решение всех наших проблем. Но как их оттуда, скажем так, взять, как увидеть это? Возможно, сон – это некая подсказка того, что скрывается в нас, и решение наших же проблем в том числе. Вот как взять и как увидеть – это наиболее сложный вопрос. Да, язык сна, о чем? Потому что единственным источником информации о том, что мы переживаем в наших сновидениях, является рассказ человека. Никто не может подсмотреть, никто не может заснять и сфотографировать. Таких техник пока еще не существует. Тем не менее, вот как раз-таки другое, очень крупное направление, которое существует в исследовании сновидений, экспериментальное, является некой попыткой определить все-таки, что же такое сновидения, как они связаны с физиологической деятельностью организма, каким образом внешние раздражители влияют на содержание сновидений, и каким образом наше состояние, эмоциональное состояние нашего здоровья, нашей психики влияет на содержание сновидений. Вы являетесь приверженцем какого направления? Так скажем, я работаю на два фронта. Поскольку я и невролог, и психотерапевт, то одно из направлений моей деятельности – это научное исследование сновидений, другое направление – это сновидение в психотерапии. И то, и другое важно. И то, и другое важно, безусловно. Ну, почему одни люди видят сны, другие их не видят? От чего это зависит? Наши сны от характера человека? От чего? Ну, ваш вопрос я бы разделила на два. Первый вопрос – видит или не видит человек сновидения. Ну, в принципе, это примерно то же самое, что есть люди, которые дышат, и которые не дышат. Все видят сновидения. Сновидения – это неотъемлемая часть нашей психической деятельности. И если человек, который утверждает, что он не видит сновидения, пригласить в лабораторию, записать ему ночной сон и разбудить его в совершенно определенной стадии сна, то для него будет приятным сюрпризом, что, оказывается, и он тоже видит сновидение. То есть достаточно прийти к вам в лабораторию, и сразу увидишь сон. Сновидения видят все, но не все их могут припомнить. Сны помогают нам в жизни, в общем-то, или мешают? Вот некоторым действительно они сильно мешают спать, и люди встают после сна взбудораженные, если тем более приснится какой-то кошмар. Если говорить о здоровом человеке, то по большому счету помогают. Сновидения выполняют целый ряд очень важных функций. Трудно их даже перечислить. Некоторые специалисты выделяют до 30 и даже больше функций сновидений. То есть это чрезвычайно важное активное состояние, которое выполняет очень много важной работы для человека. То есть сны все-таки нужны в данном случае. Действительно, они очень полезны. Когда я готовилась к программе, я нашла несколько таких интересных практических находок. Оказывается, британские ученые абсолютно полностью подтверждают правоту поговорки «утро вечера мудренее». И сны помогают принять правильное решение. То есть не вечером на ночь, так спонтанно, непонятно, а лучше с какой-то мыслью или с проблемой, скажем так, переспать. А утром на свежую голову решить. И по итогам исследования люди, которые на утро принимали решение, они чаще оказались правыми в своих решениях, нежели другие. Вот эта поговорка «утро вечера мудренее» относится как раз-таки к тем поговоркам, которые обрела статус народной мудрости. Это действительно мудрость, которую оспорить просто невозможно. Очень часто бывает так, что мы ложимся спать, ощущая себя совершенно беспомощными перед навалившимися проблемами, которые, казалось бы, невозможно разрешить. И пробуждаясь, мы вдруг обнаруживаем, что оказывается, вот оно решение. А что происходит? Почему сон помогает принять правильное решение? Происходит очень активная работа. Активная работа по переработке информации, ее анализу, примирение разных аспектов нашего восприятия, которые в бодрствовании мы совершенно не смогли примирить друг с другом. Принятие правильного решения, выстраивание прогноза кратковременного и долговременного. То есть это очень огромная работа, которая в итоге приводит к разрешению тех проблем, которые у нас не получилось решить. Пока мы спим, и нам кажется, что мы спим, и мы забыли об этом, нам может присниться совершенно другой сон какой-то не на эту тему. Но утром, проснувшись, подумав снова о каком-то нашем вопросе или проблеме, мы понимаем, что, а, вот сделаю вот так, поступлю, и правильно получается. Во сне мы работаем. Во сне, то есть мы работаем. Во сне мы работаем. Спасибо нашему организму и мозгу за эту работу. В одной из своих статей вы пишете, что даже люди левшие и правшие видят сны по-разному. Вот к вопросу о том, кто видит сны или не видит, как мы выяснили. Все видят, но тем не менее, вот разница. Это действительно, в чём эта разница? И почему левшие и правшие видят разные сны? И что это за сны? Ну, начну с того, что сновидение настолько же уникальное, насколько уникален человек. И трудно даже бегло перечислить всё то, от чего зависит содержание наших сновидений. Один из примеров вы привели. Сновидение у людей с доминирующим правым и левым полушариями. Мы так их условно называем правшами и левшами. На самом деле, это люди с правым и левым профилем асимметрии. Преимущественно, левый профиль асимметрии, когда у человека доминирует правое полушарие. И в этом случае действительно есть особые сновидения, которые либо не встречаются, либо реже, намного реже встречаются у правшей. Например, сновидения так называемые многосерийные, продолжающиеся при повторном засыпании. Либо же интересный очень такой феномен, феномен воспоминания сновидения в сновидении. Который мы видим преимущественно у либо левшей, либо амбидекстров, у которых правое и левое полушария равноправны. Это когда человек, увидев сновидение, благополучно его забыв в бодрствовании, в своем следующем сновидении вспоминает то, что он видел в предыдущем. А есть сны, которые человек, повторяющиеся сны, которые он видит в течение года, несколько раз, и он их запоминает. Такие сновидения тоже бывают? Ну вот к вопросу о повторяющихся сновидениях, это такой очень интересный момент. Они происходят не просто так, они пытаются донести до нас некую важную информацию. Любой повторяющийся сон несет в себе что-то очень важное, при помощи которого наш организм или наша психика пытается достучаться до нашего сознания. Докричаться, да? Опять же, узнать бы этот язык. Вот, кстати, об этом, Елена, если сон так важен для человека, почему он так зашифрован от нас? Ну почему мы с таким трудом можем понять, о чем он нам говорит? Раз он действительно для нас полезен, важен, что-то до нас хочет донести, ну вот хотелось бы получать какие-то более, знаете, понятные послания. Действительно, любому человеку, с одной стороны, хотелось бы знать о себе, с другой стороны, не хотелось бы. И в этом парадокс. Это как наша память, да? Совершенно верно. Известный сомнолог и мой учитель, Александр Моисеевич Вейн, говорил об этом. Там вся работа сновидений направлена на то, чтобы скрыть от человека его помыслы. Об этом начал говорить еще Зигмунд Фрейд. О том, что работа сновидений как раз-таки шифрует то, что нам не хотелось бы видеть и признавать в самом себе. Наши недостатки, наши какие-то желания, которые совершенно не соответствуют нашим представлениям о том, как это должно быть. Человек очень многое отрицает в самом себе. Именно поэтому сновидение является таким режиссером, очень тонким режиссером, который выстраивает сюжет сновидений таким образом, чтобы человек не догадался о том, что они означают. То есть это такая, с одной стороны, нам нужно работать над самим собой, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы мы как бы познавали себя. Вся наша жизнь, весь наш жизненный путь на это настроен. То есть познание себя и окружающего мира, совершенствование. А с другой стороны, значит, что-то от нас прячут. Вот прямо как-то сложно очень получается. А в этом парадоксальное сновидение, ведь есть такое понятие парадоксальный сон. И вот сновидение как раз-таки чаще запоминается именно в фазу парадоксального сна. И по сути, это сон, сновидение – это самый главный парадокс в царстве парадоксов. Да. Для чего нам дана такая загадка? Наверное, для того, для чего-то нам даны, в принципе, другие загадки. Для того, чтобы наш ум совершенствовался, пытаясь её разгадать. Да, потому что действительно есть такие вечные загадки, над которыми и наука, и люди, и просто история бьётся, ну, просто веками, и они до сих пор не разгаданы до конца. Такие там, как любовь, здоровье человека, сны. Да? Если бы не было этих загадок, человеческий разум не совершенствовался бы, наверное. Да. Но сегодня всё-таки с вашей помощью мы попробуем приблизиться к разгадыванию некоторых загадок в отношении снов. И я думаю, что нам уже поступают звонки наших телезрителей, которые интересуются, что же означают те или другие сны, как на это реагировать, что делать, о чём они могут говорить. И прежде чем мы послушаем этот звонок, всё-таки вот хотелось бы услышать ответ на такой вопрос. Сон, он всё-таки наш союзник? Или бывают сны какие-то вот анти, такие союзнические? Если говорить о здоровом человеке, безусловно, сон наш союзник. Но я говорю, что когда у человека появляется некая проблема, очень часто сновидения, они меняются. Они скажаются, да? И они становятся тревожными, устрашающими. Так вот, кошмары начинают уже мешать в нашей жизни. И, по сути дела, мешают проблемы, которые их породили. Но человеку кажется, что мешают кошмары. Ясно. Давайте послушаем звонок нашего телезрителя и посмотрим, в чём проблема у человека. Пожалуйста, говорите его, внимательно слушаем. Добрый день. Добрый день. У вас очень интересный разговор. Вы знаете, вот я хотела бы о чём спросить. А вот бывает наоборот. Знаете, проходит много-много времени, и потом вдруг с человеком что-то случается. И ты понимаешь, что ты это уже видел и знал, но как-то или забыл, или даже на это не обратил внимания. А это вот с чем связано? Видел во сне, вы имеете в виду? Да, видел во сне. Вот событие, которое с тобой произошло, ты это видел, но на это не обратил внимания. Вот когда это приснилось, когда это... А прошло вот, ну, какое-то длительное время, и с тобой это случилось. И ты понимаешь, что ты это видел когда-то во сне. Когда-то во сне, да. И ещё бывают, знаете, вот страшные сны. Вот с чем они связаны? Вроде бы в жизни тоже всё замечательно, хорошо, а вот эти ужасы, вроде, не должны быть. Спасибо. Спасибо. Ну, то есть два вопроса, по идее, в вопросе, да? Да, два вопроса. Я бы вот историю вопроса о том, что видел сон, потом забыл, и потом он как-то исполнился в бодрствовании. В жизни уже, да. Да, я бы историю эту начала раньше. Есть некая информация, которую человек воспринял в бодрствовании. Потом она ушла в бессознательный человек, как бы её забыл. Потом она проявилась в сновидении, и это сновидение помогло человеку выстроить правильный прогноз на то, что случится в будущем. Имея те знания, которые он приобрёл в бодрствовании, он смог в своём сновидении предположить о том, как оно случится в будущем. И оно в реальности случается. То есть человек, действительно, наша психика, как я уже сказала, мудрее, чем мы предполагаем. И она обладает теми знаниями, о которых мы даже не подозреваем. И именно в сновидении человек может предсказать, как будто бы предсказать, на самом деле, просто правильно выстроить прогноз. Такие, то есть сонноопережения, да, получается, что человек проживает предвосхищающий сон. Предвосхищающий сон, совершенно верно. Скажем так, истории, я не знаю, или события своей жизни, которые в будущем могут произойти. Кстати, я опять же читала одну из книг о сна, где описываются такие сны. И говорят, если это трагические особенно события, то такие сны готовят нашу психику к тому, чтобы человек более спокойно пережил в будущем вот эту какую-то трагедию, которая может произойти. Я думаю, действительно, одна из функций сновидения, можно привести пример, когда у человека болен родственник, и, естественно, наша психика уже начинает выстраивать вот этот вот болезненный для нас прогноз, в который мы себе сами не признаемся. Неизбежность, трагическая неизбежность. Да, и смерть, и, возможно, даже в ближайшее время. Так вот, сновидение может это просто показать. И тогда получается, что человек увидел вещи сон. Да, то есть так называемые вещи сны, о которых мы поговорим. Да, а вторая часть вопроса? И вторая часть вопроса по поводу кошмаров. Кошмар – это, по сути, отражение того стресса, который мы переживаем и перерабатываем в нашем бессознательном. И если человек, у которого на поверхности всё благополучно, видит регулярно навязчивые, мучительные, устрашающие сновидения, это говорит о том, что есть внутренняя неразрешённая проблема, о которой он даже не предполагает. Которая живёт внутри, вызревает, знаете, как болезнь, которая ведь появляется не сразу, так ведь? И наверняка, если побеседовать с человеком, можно выявить ещё какие-то сигналы, кроме сновидений, на которые он просто не обращает внимания и которые говорят ему о том, что проблемы есть. А какая проблема? Он ещё не знает и не догадывается. Он ещё не знает, конечно. Как можно эту проблему определить, предположим, на том уровне, пока она ещё не вышла на поверхность? Понятно, что она вызревает, она где-то есть ещё в таком, может быть, состоянии, когда её можно без труда убрать из жизни. Пока она не достигла такого, так сказать, апогея, когда уже ничего и не сделаешь. Для начала такой человек просто должен прийти к специалисту. Уже специалист оценит его состояние, этого человека, и выявит все признаки, на которые человек иногда просто не обращает внимания. И это имеет отношение не только к сновидениям, но и к каким-то другим внешним проявлениям, которые видны глазам специалиста, но не видны глазам человека, который им не является. Но, собственно говоря, по снам, если такой человек придёт к вам на приём, да? Сновидения позволяют предположить не просто о наличии проблемы, но иногда даже о её характере. Но всего лишь предположить. А дальше уже это работа. Работа специалиста, совместная с пациентом. Хорошо, давайте сейчас внедримся в эту работу. Итак, для того, чтобы понять, о чём нам говорят сны, надо понять, что это за сны, что может нести нам каждый сон, и, соответственно, что с этим потом можно делать. Как к этому относиться? Понятно, что лучше обратиться к специалисту. Лучше обратиться к специалисту. Хотя, конечно, о сонниках мы сегодня обязательно поговорим. О том, насколько можно трактовать собственные сны. Итак, какие бывают сны? Мы знаем, что вы сегодня перечислили. Есть сны предсказаний, есть кошмарные сны. Но, скажем, что можно ещё сказать? О снах какие ещё встречаются сновидения? Какой-то единой универсальной классификации не существует. И мы разделяем сновидения в зависимости от того, какую цель мы преследуем. Ну, например, сновидения спокойные и сновидения эмоциональные. Сновидения, которые отражают наши проблемы в настоящем. И сновидения, которые рисуют некие картины будущего. И так далее. Сновидения тревожные и сновидения спокойные. Сновидения, которые отражают наши желания. И сновидения, которые связаны с какими-то нашими переживаниями. То есть очень много классификаций. Я думаю, что мы сейчас поговорим по каждому отдельно. Но у нас есть ещё один звонок. Давайте мы перед уходом на рекламу ответим на вопрос. Пожалуйста, говорите его в эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Сорвался звонок, да? Хорошо. Я думаю, что наш телезритель снова выйдет на связь. Итак, вот предположим сновидения, которые предсказывают. Да, то есть пророческие сновидения, о которых мы начали уже немножечко говорить. Что это такое? Откуда они приходят в нашу жизнь? Такие ночные пророчества, как их называют. Потому что это всегда очень завораживает. Это всегда очень интересно. Таинственно. И важно для человека. Потому что что-то сбывается. У вас есть какие-то цифры по исследованиям? Если говорить о сновидениях, которые принято называть пророческими, это очень большая группа, которая неоднородна совершенно. И туда мы включаем абсолютно разные категории сновидений. То, о чём спросили вы. И сновидения, которые сбываются по статистике, в нашей лаборатории такое исследование проводилось. Одно из тысячи сновидений сбывается. Одно из тысячи? Одно из тысячи, да, по исследованию. Откуда вот этот цифры, что более 40% людей видят вещи сны? Это соответствует действительности? Это не соответствует действительности, если разложить, опять же, вот эти 40% по категориям. Останется как раз вот это одно из тысячи. Но это тоже много. Это тоже много, один из тысячи. Это много. Сколько народа населения, сколько людей спит и видит сны. Дело как раз таки в том, что запоминается и тиражируется именно то сновидение, которое сбылось в будущем по тем или иным причинам. А почему, я сейчас еще немножко скажу об этом, остальные забываются. И если говорить о том, какие же еще другие категории вещих сновидений существуют, к примеру, сновидение о болезни. Человек увидел во сне, что он заболел, и в реальности он заболевает. Знаете, у нас в реальности небольшой уход на рекламу. Я думаю, что после нескольких минут перерыва мы поговорим уже не только о болезнях, о многом другом, поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, готовьте свои вопросы. У нас сегодня очень интересная беседа о языке сновидений. У нас в гостях Елена Корабельникова, известный психолог и следователь снов. Готовьте свои вопросы. До встречи через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова